Офигеть, вы только посмотрите на всё это, как же это всё жутко выглядит, охренеть, просто. Чё творим, бро, меня зовут Шарк, и он если бро, сразу же, просто, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду, ведь предодременно и Суприм-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. О, банда, пришло время поговорить о не очень весёлом. О, банда, и пришло время рассказать, что же всё-таки случилось с той грёбаной кнопкой за 100 тысяч подписчиков. Если вдруг ты забыл или же не знаешь предыстории, то если ты тебе посмотреть прошлое видео, или же послушать, что я тебе сейчас расскажу. Где-то месяц назад Ютуб прислал мне кнопку за 100 тысяч, и я был очень доволен, потому что наконец-то она пришла. Но вдруг что-то начало происходить странное с ней. Она тупо начала телепортироваться по всему дома, и не только. Как-то я увидел на улице... Господи, я не знаю. Это было очень ужасно и очень страшно. Один раз даже, когда я смотрел в саму кнопку... В саму именно кнопку... В зеркале том, я увидел отражение какого-то парня. И я начал рыть информацию, что могло быть с этой кнопкой. И как позже оказалось, эта кнопка была... Прошлого хозяина. То есть её сделал не под меня. Её собрали у блогера, который как-то погиб. И отдали мне, только поменяли название. И как получилось, что... Дух того блогера мёртвого поселился в этой кнопке. Единственное, что у меня оставалось, это... Взять визитку и написать Рику. Тот, кто упаковывал эту кнопку. Окей... Особо выбора у меня нету. Нужно написать письмо Рику. Дорогой Рик, меня зовут Сергей Онис. Недавно ты упаковывал мне кнопку на 100 тысяч подписчиков. Спасибо большое, я очень рад. Но с ней кажется что-то не так. Рик, она телепортируется по всему моему дому. Я не знаю, что происходит. Это какая-то мистика. И в интернете... В интернете я нашёл информацию, что... Некоторого блогера убили. И его дух поселился в кнопке. Сзади этой кнопки были какие-то порезы. Ты не поверишь, но... И сзади моей кнопки тоже тот же самый порез. В том же самом месте. Как это понимать, Рик? И... Я не могу тебя подозревать, но... Мне кажется, что... Ты мне прислал кнопку того самого блогера. И его дух поселился в этой кнопке. Я не знаю, ли ты можешь мне помочь. Но, пожалуйста, помоги мне, Рик. С уважением, Сергей Унис. Отправить. После того, как я написал письмо Рику, к сожалению, у меня не сразу же пришёл ответ. Мне пришлось ждать где-то целую неделю, пока мне ответят. Но за эту неделю происходило всё очень и очень странно. Я не знаю, почему. Нет, я знал, что обычно все вместе происходят в каких-то страшных коридорах, где очень много дверей. И почему-то я решил на ночь оставить свою камеру в коридоре. Я не знаю, зачем. Но... Но когда утром я увидел, что произошло ночью, я, грубо говоря, аж офигел. Субтитры сделал DimaTorzok. И вот, наконец-то это случилось. Прошла неделя, и Рик мне ответил. Его ответ был очень неординарный. Он сначала говорил одно, а потом совсем другое. И я не очень-то понимал, что он эти будет сказать, как будто его кто-то заставлял это писать. Опа, Рик ответил. Привет, Сергей Ионис. Я отвечу, как только смог. Прости, если с опозданием. Целую неделю, как бы. Да, дело в том, что мы, правда, тебя отправили к лупу какого-то блогера, который погиб. Мы не знали, что будут такие последствия. Я могу тебе помочь как-то, наверное. Но... Что? Как-то так странно пишет. Тебе нужно в одном, в тёмном месте... Тёмное место... Заказать сумку одной странной персоной, типа ведьмы. То есть он имеет в виду то, что мне нужно заказать посылку из Даркнета опять? Блин, Рик. Ладно, окей. У меня особо выбора нету. То, что ты найдёшь в той сумке, скорее всего тебе поможет. Удачи, Рик. И всё. Этого я ждал целую неделю. И что мне теперь делать? Реально заказывать ещё одну посылку из Даркнета, чтобы изгнать этого призрака? Из этой грёбаной кнопки? У меня особо выбора нету. И в его письме я уловил одну мысль, что мне нужно заказать из Даркнета какую-то сумку ведьмы. Естественно, меня это заинтересовало, и я сразу же отправился в Даркнет. Через торбраузер VPN. И я нашёл в Даркнете то, о чём говорил мне Рик. Там реально была сумка ведьмы. О которой я даже снимал видео. Наверное, мне нельзя было этого делать, но пришлось. И да, в той сумке я нашёл много разных штучек ведьмы. Но единственное, что мне нужно было то, о чём писал Рик, это книжка ведьмы. Окей, это, наверное, и есть то, о чём говорил Рик. То, что должно мне помочь. Эта книжка с какими-то заклинаниями, изгнаниями всяких демонов. Я, конечно, не уверен, что она мне очень поможет, но я очень на это надеюсь. Просто это единственное, что может мне помочь. Как бы я не пытался выкинуть кнопку, она всё равно возвращалась ко мне домой, а уничтожить её просто было как-то жалко, потому что новую это не пришлют. Окей, кажется, это та глава, которая нам надо. О том, как избавить из какого-то предмета призрака. Нужно нарисовать огромную пентаграмму и произнести заклинание на латыни. Если бы я ещё знал латыню, было бы вообще круто. Но у меня особо выбора нету, поэтому придётся учить. И в той книжке мне нужно было найти заклинание, то, которое поможет освободить этого духа, поттергейста из этой кнопки. И я начал это делать. Я не знаю, что у меня было в голове, я реально нарисовал пентаграмму и начал это делать. Окей, банда, особо выбора у меня нету, поэтому придётся делать это здесь. Прямо на кухне, вот. На эту глинулию, блин, надеюсь, ничего не будет прожигаться. Потому что это мистика, и я фиг знаю, что будет дальше. Окей, давайте быстрее уже с этим всем покончим. Окей, банда, у нас здесь книжка, и теперь нам нужно нарисовать пентаграмму и сделать всё, как здесь сказано. Итак, окей, всё готово с пентаграммой. Осталось только поставить свеч, положить кнопку и прочитать заклинание. И вот это уже конец. Аж как-то не верится, что всё это уже закончилось. Почти. Фу, выглядит жутко, правда. Только от виду меня уже кидает в под. Офигеть, вы только посмотрите на всё это. Как же это всё жутко выглядит. Охренеть просто. Ладно, банда, время пришло это сделать. Здесь талька Леон. Кэрли ван, форчжон, шон. Мы не жан, тинь, тянь. Кэрли ван, тю пан. Воли ван, фотофак, что происходит? Кэрли ван, зинь. Первый закричай. Тэп, тю пань, бань. Воли ми. Рика по футу, все. Али в ванника. Офигеть. Мне как-то аж не верится, что всё вот так вот просто закончилось. Что вся эта история уже всё. Хотя с одной стороны, я так рад, что с этой кнопкой теперь уже всё хорошо. И она может просто, просто высадить мне на стене. Окей, бро, если вдруг кто-то из вас собирается получить сейчас кнопку, то позаботитесь о том, что она точно не была такой, как у меня, долбанутой. Потому что мало ли что может случиться. А на этом всё, бро, слабый сэрки унеси, бро. Сразу же, просто, сразу же переподпишись на мой канал, чтобы вступить мою суприм банду. Ведь предыдущая суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить мою крутую суприм банду. Эй, бро, так же не забывай про свой царский лайк. Ведь тебе это всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. Быстрее жми на свой лайк. Эй, бро, так же подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании и уже на экране осталась специально для тебя. Конечно, подписывайся, если не боишься страшных фотографий. А если боишься, то просто пиши мне в директ. Я отвечу именно тебе. Да-да, бро, если тысяча человек, я отвечу именно тебе. Потому что я отвечаю всем своим, бро. Так что, бро, подписывайся на мой инстаграм. Эй, бро, вот-вот, комменты из-под прошлого видео. Господи, ты вклиц, какие они шикарные. Если бы я мог, я бы обнял каждого из этих комментариев. Если бы комментарии были живые в реальной жизни. А так я просто делюсь ими с вами, банда. Поэтому, бро, если ты хочешь по следующим видео, чтобы тебя тоже увидело, как этих ребят вся суприм банда, то тебе всего там нужно нажать на лайк, колокол, а затем просто оставить свой царский комментарий. Если по твоим комментам нету никаких комментов, то ты попадаешь в следующее видео. Вот такой вот простенький бред ко мне видео. Но лайк, колокол обязательно в видео проверю. Я могу менять программу. А на этом всё, бро, оставайся на этой игре шикарной. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Валивай в гадапак, что происходит?